Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. Я в студии Мария Коноплёва. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. На избирательном участке заложена бомба. Учения показали, насколько полицейские готовы к охране порядка на выборах. Важный визит. Глава Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел новое жильё для работников Уралкалия и Еврахима. Кино будет. В каком режиме сейчас работает мелодия и когда отремонтирует крыльцо кинотеатра. И начнём с главного события этих выходных. Наш город посетил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Куда в первую очередь он отправился и что интересовало руководителя региона, расскажет Евгения Кокширова. Микрорайон Еврахим не так давно на этом месте был пустырь, а сегодня ключи от квартиры в новых аккуратных пятиэтажках получают первые новосёлы. Компания возводит в городе жилой микрорайон общей площадью 98 тысяч квадратных метров. Из рук генерального директора компании Еврахим Игоря Нечаева первым семи сотрудникам Усольского калийного комбината были вручены ключи. Большую часть процентов по ипотеке выплачивают предприятия. Я увидел эту квартиру, это была любовь с первого взгляда, трёхкомнатная квартира, шишки на 76, прекрасный вид из окон. Я понял, что нужно брать, я понял, что это мой вариант, к тому же я планирую развиваться, оставаться здесь, обзаводиться с семьёй, поэтому всё вот так. Обладателями первых квартир стали молодые специалисты Еврахима. Ключи уже получили семь семей. А до конца года сюда заедут ещё семьи из 150 березняковцев. Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул важность данного события, поскольку жильё в таких объёмах во втором по величине городе-крае не строилось много лет. Я бы хотел сказать большое спасибо компании Еврахим за социальную ответственность, которую компания несёт. И вот если мы договариваемся о том, что в партнёрстве в рамках реализации специнвестконтракта регион предоставляет возможность налоговых льгот, а компания реализует социальные проекты, вот эта вот договорённость, она соблюдается. В 2016 году предприятие подписало специальный инвестиционный контракт с правительством страны Пермским краем по строительству Усольского калийного комбината. Еврахим взял на себя обязательства по созданию новых рабочих мест и реализации социально значимых инфраструктурных проектов в Березняках. Специальный инвестиционный контракт – это такой инструмент, в котором государство фактически гарантирует условия ведения бизнеса для инвестора, предоставляет федеральные налоговые льготы вместе с краем. В свою очередь инвестор берёт на себя обязательства по привлечению инвестиций и развитию того или иного производства. Мы сегодня являемся свидетелями того, что Еврахим в рамках специнвестконтракта взял на себя дополнительные обязательства по реализации и развитию ещё социальной инфраструктуры. Будет построено порядка полутора тысяч квартир, и мы со своей стороны поддерживаем Еврахим в том, что он наполняет наш инструмент, который называется специальный инвестиционный контракт, вот такими дополнительными возможностями. Качество жилья Михаил Иванов и Дмитрий Махонин оценили лично, а затем осмотрели площадку, где появится современная школа – лицей «Уникум» с технопарком «Кванториум». Мы в Пермском крае и в частности вот здесь вот в этом микрорайоне закладываем сразу же со школьной скамьи вот те базовые специальности, которые потребуются тому же самому Еврахиму. И садики даже тоже непростые, потому что будет бассейн в садике, физкультурно-оздоровительный центр, комплекс будет построен, это тоже очень здорово. Старт строительства школы дали заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов в Рио – губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор минерально-химической компании «Еврахим» Игорь Нечаев. Сегодняшний пример – это пример объединения усилий федеральных властей, краевых властей и бизнеса. И только таким объединением усилий можно чего-то достигать. И хочу поблагодарить коллег, которые присутствуют сегодня, за то, что мы совместно творим будущее. Даже в условиях сложной экономической ситуации Пермский край наращивает промышленный потенциал. Благодаря договоренностям главы региона с федеральной властью промышленность получает господдержку. В свою очередь промышленные гиганты помогают создавать комфортные условия для жизни в территориях присутствия. Новое жилье наряду с «Еврахимом» строит и «Уралкалий». В рамках масштабного инвестиционного проекта в Березняках и Целикамске «Калищики» строят 8 новых жилых домов. Приобретать здесь жилье работники предприятия смогут также на льготных условиях. Развиваясь сам, «Уралкалий» помогает развиваться малому и среднему бизнесу. Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по развитию промышленной кооперации. Уже в прошлом году «Уралкалий» закупил у пермских предприятий товаров и услуг на 13 миллиардов рублей. От такого взаимодействия выигрывают все и прежде всего сами жители, которые получают стабильную высокооплачиваемую работу и комфортные условия проживания. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. В 14-й школе бомба. Такую информацию передали в полицию из избирательного участка, находящегося в школе. На место немедленно прибыли кинологи с собаками и обследовали здание. Это были учения. Сергей Коленик продолжит. Поступило сообщение, заложена бомба. Набережная 47. Сотрудники патрульно-постовой службы и кинолог с собакой, обученные на поиск взрывчатки, заходят в школу. Звучит команда Ищи. Шаг за шагом бельгийская овчарка по кличке Юргенс обследует каждый квадратный метр. С детства ее приучали к поиску опасных веществ. Проходит всего пара минут и взрывчатка найдена. Ее заложили в один из ящиков на первом этаже. В качестве бомбы используется учебный реквизит для кинологической службы Гексаген. Но, возможно, в здании нескольких взрывных устройств необходимо продолжить поиски. Юргенс показывает, где вторая порция взрывчатки. За это ему дают погрызть любимую игрушку. Но недолго. Проверка школы продолжается. Уже третью бомбу находят в классе. В урне под учительским столом. Бельгийская овчарка, порода Малинуа. Ему 4 года. Собака надрессирована на поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, боеприпасов по их запаху. В принципе, собака показалась, как обычно. Есть маленькие недочеты. Таким надо работать, но в целом я доволен. На этом учения с кинологической службой можно считать оконченными. Членам избирательной комиссии показали, что необходимо делать при обнаружении взрывчатых веществ. А полицейские отрепетировали поиск. В преддверии перестоящих выборов отделом ОВД России по Березняковскому городскому округу совместно с участковой избирательной комиссией проведена тренировка по реагированию на непредвиденные ситуации. К слову, кинологи уже проверили 72 избирательных участка. Говорят, эти учебные проверки нужны, чтобы перед выборами обезопасить нас с вами. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости Верхниками. Срочно нужна кровь. Все группы резус-факторы. Сейчас в Березняковской станции переливания приглашают горожан стать донорами. Ведь крови нет и приходится заимствовать ее из перми. А на это теряется драгоценное время пациентов в больнице. Березняковская станция переливания крови приглашает горожан сдать кровь для спасения жизни пациентов в Краевой больнице имени Вагнера. Сегодня медучреждению требуются все группы крови. Стать донором можно по адресу Ленина, 22А с 8 утра до 12 часов дня. Сдавать натощак кровь не стоит. В день сдачи можно устроить себе легкий завтрак. Например, можно съесть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла. И запить завтрак сладким чаем или компотом. Но ни в коем случае в этот день нельзя есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасу, а также мясные, рыбные и молочные изделия. Также в этот день не следует включать в рацион яйца, масло, шоколад, орехи и финики. За 48 часов нельзя пить алкоголь. А за 72 часа до сдачи стоит воздержаться от лекарств, в которых содержится аспирин и анальгетики. Не забудьте при посещении станции переливания взять с собой паспорт. Исследование вакцины от коронавируса среди детей может начаться через 9 месяцев, но сначала должны завершиться испытания на взрослых. Об этом сегодня заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинсбург. Он добавил, что для того, чтобы взять инфекцию под контроль, надо привить две трети населения. Сейчас озвучим свежие данные по распространению коронавируса. По данным оперативного штаба по Пермскому краю в Березняках, общее число заболевших с момента первого выявленного случая составило 446 человек. За сутки в больницу госпитализировали еще 7 березняковцев. В инфекционном отделении краевой больницы Мнивагнера сейчас находятся 95 жителей Верхнекамья. 125 человек сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 780 человек сейчас под наблюдением врачей. В Пермском крае за сутки выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных при Каме составляет более 8300. При этом выздоровели более 5800 пациентов. Из них за сутки 39 человек. За минувшие 24 часа скончались от коронавируса три жителя Пермского края. Всего за весь период 224 человека умерли от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось почти на 5100 человек. Общее количество заболевших сегодня 1 миллион 35 тысяч человек. Скончались за сутки 122 пациента. А теперь о прививочной кампании от гриппа. В этом году в Березняках она будет необычной. Поставить прививку горожане смогут и в торговых центрах. Начнется все уже завтра. В этом году, чтобы поставить прививку от гриппа, не обязательно идти в поликлинику. Теперь прививочные кабинеты появятся в магазинах Березняков. Первая такая процедурная разместится в Универсаме-2 на первом этаже. С завтрашнего дня вы можете поставить прививки в торговом центре «Семья» с 4 часов вечера до 8. При себе необходимо иметь паспорт и желательно полис ОМС. 9, 10, 11 сентября мобильный прививочный кабинет будет работать с 4 до 8 часов. В субботу 12 сентября с 10 до 4 часов. Также получить вакцину от гриппа можно и привычным для горожан способом в прививочных кабинетах поликлиник города. Вакцинация уже началась и проходит ежедневно, кроме выходных дней. Мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Мы уже рассказывали в первом блоке выпуска о визите главы Пермского края Дмитрия Махонина в Березняки. Напомним, Дмитрий Николаевич осмотрел жилые дома для колейщиков, которые предприятие возводит в рамках масштабной жилищной программы. А далее временно исполняющие обязанности губернатора и генеральный директор Уралкалия подписали дорожную карту по взаимодействию компаний с предприятиями региона. Подробности в следующем сюжете. Нашим работникам мы компенсируем процент уставки. Надеюсь, что они готовы платить. Жилой комплекс «Изумруд» – два дома, пять и восемь этажей. Глава региона лично отметил комфортабельность нового жилья. По инициативе Уралкалия в Березняках и Соликамске ведется строительство восьми многоквартирных жилых домов на 730 квартир общей площадью около 49 тысяч квадратных метров. После краткой экскурсии Дмитрий Махонин отправился в музей Уралкалия, где правительство региона и Уралкалий закрепили договоренности о развитии промышленной кооперации. Дорожную карту подписывают. От правительства Пермского края. Глава Пермского края Махонин Дмитрий Николаевич. От компании «Уралкалий». От компании «Уралкалий» генеральный директор Осипов Дмитрий Васильевич. Это знаковый момент для всего региона. Уралкалий является важным заказчиком продукции предприятий Пермского края, работающих в отраслях промышленности. Подписанная дорожная карта, она позволит получить дополнительный синергетический эффект, поскольку есть якорный заказчик, есть компании, которые работают в области. И для них такой ключевой и даже ключевые проекты, которые сегодня ведет Уралкалий, будут являться основным и долгосрочным заказом. А мы, со своей стороны, готовы вместе и с Фондом развития промышленности Пермского края, и с Федеральным фондом развития промышленности применить весь имеющийся инструментарий, который сегодня мы предлагаем для наших машиностроителей. Мероприятия дорожной карты направлены на повышение эффективности взаимодействия предприятий с Уралкалием в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Первая цель – поддержка российских, в том числе, пермских производителей. Касательно дорожной карты для нас очень важно, потому что компания работает больше, чем с тысячи предприятий Пермского края. Общий оборот составил более 13 миллиардов рублей, и мы видим большой потенциал развития. И благодаря этой дорожной карте мы надеемся удвоить в ближайшем будущем взаимодействие с пермскими предприятиями. По итогам 2019 года объем заказов у пермских компаний – 13 миллиардов рублей. Доля пермских компаний в объеме закупок Уралкалия – 27%. Развиваясь сам, Уралкалий помогает развиваться и малому, и среднему бизнесу. В территории региона есть много промышленных гигантов, и нам бы хотелось, чтобы рядом с этими гигантами стояли наш малый и средний бизнес, чтобы мы поставляли от предприятий Пермского края нашим пермским же промышленным гигантам и естественные индивидуальные защиты, и спецодежду, и кабельную продукцию. Я благодарен компании, что она видит потенциал в нашем среднем и малом предпринимательстве. Это позволит создать новые рабочие места, позволит развивать бизнес, платить налоги. С этой стороны, как участники спиков и как регион, который формирует именно налоговую политику, которая должна быть привлекательна, будем это продолжать. Однако, как отметил Дмитрий Осипов, Уралкалий предъявляет повышенные требования к качеству своих закупок. Но это только положительно скажется на промышленной кооперации. У пермских поставщиков будет стимул держать марку на высоком уровне, а заказы таких промышленных гигантов, как Уралкалий, позволят стабильно работать и создавать новые рабочие места. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Наверняка любители горнолыжного спорта ждут начала сезона. В этом году курорт Губаха порадует гостей новым подъемником, которого не хватало новичкам. Раньше они добирались наверх по канатной дороге без сидений. Подробнее об этом в рубрике «Новости коротко». К началу горнолыжного сезона на территории курорта Губаха появится подъемник европейского уровня с четырехместными креслами. Его пропускная способность – 1600 человек в час. Это будет хорошее подспорье для тех, кто катается на сноуборде в первый раз, ведь старые подъемники с первого раза осваивает не каждый. При этом существующие подъемники продолжат свою работу. В следующем году появятся 14 коттеджей на вершине горы плюс прокат снеготехники. А в Перми закончили установку телетрапов в аэропорте Большое Савино. Пять рукавов были смонтированы в течение месяца. Запуск трапов планируется после завершения первого этапа реконструкции. Подрядчик почти завершил благоустройство перона, стоянка для самолетов и рулежной дорожки. Сразу после первого этапа начнется второй. В его рамках укрепят взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать самолеты любого класса. А теперь о погоде, которая в этом месяце будет летной. Потепление будет чередоваться с похолоданием, но оно будет не суровым. Завтра температура будет выше 20 градусов, а дальше начнет опускаться. Самый холодный день будет в субботу, но температура днем не опустится ниже 15 градусов, а дожди пройдут лишь по северу Пермского края. При этом ночных заморозков, как на прошлой неделе, точно не будет. Ночи будут сравнительно теплыми, сообщает ГИС-центр Пермского университета. Новости коротко подготовила Елена Силакова. Всем, кто прошел дорогами войн, посвящается. При поддержке филиала «Азот» в Агурдино состоялся открытый городской военно-спортивный слет «Наследники Победы». Проводится он уже во второй раз и в этом году посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Около ста человек – воинов, интернационалистов, воспитанников Центра «Каскад» и ветеранов собрались в Сосновом бару, чтобы вспомнить ушедших героев. Провести традиционные спортивные состязания и просто увидеться друг с другом. Сюжет наших коллег из телекомпании «Азот-ТВ». Сейчас я расскажу тебе, Рома, как взвод мой в атаке ходил, и как сдержал я слово, что матери дал и другим. 12-летний Данил впервые принимает участие в таком слете. В этом году его пригласили в числе воспитанников Центра «Каскад». Парень не только замечательно читает стихи, но и с легкостью может собрать, разобрать автомат. Во время интервью рассказывает, готовился к мероприятию очень серьезно, а в войне прочел не одно стихотворение. Чтобы будущее поколение вообще об этом не забыло, а то вдруг там, например, об этом все забудут и все. И они не будут знать, как бы, из-за чего их счастье. В этом году слет «Наследники Победы» посвящен 75-летию Победы. Организаторы – Союз ветеранов боевых действий и Центр «Каскад». Поддержали масштабный проект филиала «Азот». «Здравствуйте, мои родные», который стартовал в Год памяти и славы. В основе проекта письма «Азотчиков, ушедших на фронт», написанные в годы Великой Отечественной войны. Как был подвиг на фронте, так, естественно, был подвиг и в Тулу. К проекту присоединились воспитанники военно-патриотического центра «Каскад», участники конкурсной творческой площадки, которая так и называется «Здравствуйте, мои родные». И пусть у очередного участника слета, Миши Юдина, за спиной листы с текстом, чтобы не забыть, его обращение к прадеду звучит искренне и от души. Да и подсказка не пригодилась. В любое время года и суток, при любой погоде, горит на мемориале вечный огонь. Это память о тебе и благодарность от потомков, дорогой мой прапрадедушка. Миша прочел сочинение Березняковской школьницы, но и в его доме есть своя история, связанная с войной. Поэтому мальчишка и пришел в этом году заниматься в «Каскад». Цель – стать сильным и выносливым. Мама мне рассказала недавно, что вот когда была война, пулеметчика ранили, мой дедушка сел за пулемет и начал воевать. В армию пошел, уже все знал, то, что как там будет, что будет, зачем будет там, как делать надо будет и то, чтобы там не размазняй быть, а, как сказать, нормальным человеком. Слет не первый год объединяет людей разных поколений. Наследники Победы – лишь одна из площадок, связывающая молодежь и ветеранов. Не случайно сегодня здесь и представители городского совета ветеранов, во главе со своим руководителем Маргаритой Русиновой. Она – почетный член жюри. Также здесь почти в полном составе актив ветеранов-азотчиков, с радостью участвующих во всех состязаниях. А главное, сегодня здесь встретились те, кто прошел трудными дорогами – Афгана, Чечни, Таджикистана и других горячих точек. Участники боевых действий – из Березняков, Усолья, Соликамского района Губахи, Перми, Александровском. Пели песни под гитару, провели спортивные состязания, да и просто пообщались. Возможность увидеться лично теперь совсем по-другому ценится. Я приветствую всех участников слета «Наследники Победы». Мы, конечно же, всегда поддерживали и будем поддерживать и депутатская группа, и филиал «Азот» компании «Уралхим». Ну и огромное спасибо вам, можно сказать, ветераны, ну и молодежь та, которая участвует в таком важном мероприятии. Огромное вам спасибо, что вы вносите тот вклад в воспитание молодежи. Кто, как не вы, можете рассказать очень интересные истории именно из вашей суровой жизни, поучительные истории. Фестиваль этот проводится только при поддержке филиала «Азот» компании «Уралхим». И непосредственно это Йопа Владимир Евстахевич. Он очень, ну так, с душою и очень близко принял к сердцу именно вот это ветеранское движение. И в прошлом году нам помог провести этот фестиваль компании «Уралхим». Огромное спасибо. Потому что поддерживают, действительно поддерживают. Ну и не так, что вот где-то на словах, да, ребята, мы с вами, да, давайте, давайте. А поддерживают финансово, поддерживают, поддерживают делами. В завершении военно-спортивного слета участники все вместе поиграли в лазертак. И пусть самые юные наследники Победы знают о военных действиях только вот из таких игр. А стихов больше учат о мире и добре. Так долго ждали и, наконец-то, кинотеатры открыли свои двери и теперь горожане могут наслаждаться премьерами фильмов на большом экране. В кино уже сходила Елена Силакова. Триллер под названием «Самоизоляция» закончился, шутят в зале. Финал титры. Мелодия работает с 3 сентября. Открыты два зала в репертуаре, как долгожданные новинки, например, «Довод» и «Гренландия», так и ленты, которые зрители не успели посмотреть, например, «Тролли». Правда, кино в формате 3D пока не будет. Всех растаживают в шахматном порядке по требованию Роспотребнадзора. Соответственно, если вы пришли с семьей, вас посадят вместе, а дальше будет пустое сидение и следующий зритель. И не переживайте, если вы пришли на сеанс один, вам все равно покажут ваш любимый фильм. Оплату принимают по карте и наличкой, но лучше расплачиваться бесконтактно, говорят в кинотеатре. В будущем здесь хотят поставить автоматы для покупки билетов и оплату через интернет. До самоизоляции отремонтировали санузел. Негодований вокруг этой темы было много, сейчас повода для возмущения нет. Горожане возмущались и по поводу фасада кинотеатра «Мелодия». Здесь на данный момент провели косметический ремонт. Как заверило нас руководство, капитально будут делать в следующем году. Все-таки пандемия сыграла свою роль. Асфальт перед кинотеатром сняли по причине ремонта тепловых сетей. Вскоре в залах кинотеатра будет тепло, появится гардероб и переход в малый зал внутри здания. Планов много будут делать постепенно, говорит руководство. Елена Силакова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья. После самоизоляции ожил не только кинотеатр, но и театр. Кто соскучился по энергии живых представлений, тот точно оценил воскресную кавер-драму «Альбом». Елена Силакова побывала на премьере и сейчас все расскажет. Новый формат спектакля – драматический концерт. Это часовой музыкальный марафон, где солистка Ольга Любицкая в монологах и музыке рассматривает каждую грань любви. Где-то с иронией, а где-то с драмой. Настоящая, искренняя, иногда болезненная каждый зритель увидел в постановке себя. Любовь, она многогранна и вот все эти грани мы постарались уложить в один такой вот короткий 60-минутный спектакль. Драм-концерт мы это называем или кавер-драма. В общем, это такой калаш ощущений, восприятий такой темы, как любовь. Идея постановки родилась в андеграундной театральной студии «Шахта» драматического театра, где актеры выходят за рамки привычного спектакля. Солист Кольга Любицкая как раз и предложила выйти за рамки стандарта и рассказать про любовь в таком формате. Новый формат требует новых технических решений, что ей удалось воплотить. Мы применяли так называемый видеомаппинг, то есть мы брали каждую деталь, каждое изображение, дробили ее на четыре части, каждый этот фрагмент натягивали на геометрию, на ту геометрию, которая у нас собственно была, которая нам была предложена. На сцене приглашенный артист Евгений Йоханссон и актеры театра Михаил Купрыгин и Олег Романовский. Здесь раскрылись таланты, которые зрители до этого не видели. Прекрасно, прекрасно, до слез, потрясающе красивая Ольга, очень похожа на Патрисию Касс, мне лично так показалось, поет великолепно, чего я не знала о ней. Я знала уже ее актерский талант в разных выражениях, но вот такой певческий талант, здорово. Вообще, в принципе, мы соскучились вообще по подобным вещам, как бы, да, и после всей этой вот пандемии вырваться куда-то, это так здорово, так трогательно, так, не знаю, прям, ну, душу отвела сегодня на этом музыкальном спектакле, мне очень понравилось. Ну, вы знаете, это было великолепно и очень рада, что в такое напряженное время, когда карантин и мало мы общаемся друг с другом, это просто праздник души, настроение и вообще все великолепно. Я получила огромное удовольствие, наслаждение, спасибо нашим актерам. Музыка возвращает человеку то, что отнимает у него жизнь. Совершая драм-концерт, композиция «С любимыми не расставайтесь», ведь какой бы ни была любовь, она дает силы для жизни и творчества. Так же, как и в театральной студии, работы продолжаются, чтобы показывать зрителям новые спектакли в новом формате. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхникаме. Это были главные новости Верхникаме. С вами была Мария Коноплева. Всего доброго и будьте здоровы. В Кудеснике летнее предложение. Остекление балконов от 4000 рублей за квадратный метр, беспроцентная рассрочка до пяти месяцев или дополнительные скидки. Акция действует до конца месяца. Работают все салоны. Спонсор прогноза погоды ООО «Медси Пермь» сеть клиник «Медси Медлайф». 9 сентября на территории Верхникаме синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. В Александровске и Кизеле плюс 21, в Соликамске плюс 20 градусов, в Березняках в среду температура воздуха ночью плюс 12, в дневные часы плюс 21 градус, атмосферное давление 744 миллиметра артутного столба, ветер южный 4 метра в секунду, 9 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Кудесник представляет раздвижные пластиковые окна-слайдерс для балконов и лоджий, веранд и беседок, тепло и звукоизоляция, плюс значительная экономия пространства. Телефон 255 904. Лазерная коррекция зрения в клинике Медсимедлайф Перми. Предоперационное обследование 900 рублей. 214 05 79. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова